Муха-цикотуха А это в образе паука библиотекарь Наталья Ерошкина. Именно она придумала оживить сказку. Коллеги идею поддержали. Так и появился проект «Сказочный калейдоскоп». Ему около года. Можно поиграть в сказку, можно ее озвучить, можно что-то сделать из сказки, можно слепить, можно рисовать. Очень много возможностей дает сказка. Сказка-ложь – да в ней намек. А понять его юным читателям помогают сотрудники библиотеки. С помощью проекта это можно сделать наглядно. В сказочном калейдоскопе 12 сказок. Каждую детально изучают в ходе восьми встреч. Это будет либо совместное чтение и обсуждение, либо это будет читательская конференция, если у нас более взрослые читатели. Это может быть кукольный спектакль. Уже прочитаны «Буратино», «Рукавичка» и «Конек-Горбунок». Сегодня настал черед мухи-цокотухи Чуковского. Каждый читатель – активный участник сказочного действия. Мастер-классы, загадки и веселые игры до шкалята успели все. Осталось время и на чтение. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаю. Чай, мне кажется, все. Сказки старые, но пользуются неизменным спросом у юных читателей, говорят библиотекари. Полюбились им и современные произведения. За некоторыми выстраивается очередь. У нас стоит очередь за сказку Успенского, дядя Федор Пес и Кот. И некоторые сказки перечитывают по много раз. Некоторые сказки по-своему дети рисуют, рассказывают. Поэтому сказка интересна всегда. Проект «Сказочный холейдоскоп» Лесногородской библиотеки в этом году участвует в премии губернатора Подмосковья. Проголосовать за него можно на сайте. Премия.дефис.мырядом.рф. Народное голосование продлится до 25 июля. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.